Марс меняет свой знак. Меркурий прекращает ретродвижение. Накшатра, Пушья и Экадаши – все это ожидает нас на предстоящей неделе. А теперь давайте обо всем поподробнее. Заключительная неделя лета насыщена на события. И здесь будет как астрологические, так и не астрологические события. Но давайте начнем по порядку. 26 августа Марс меняет свой знак. Это значимое событие с точки зрения астрологии, поскольку Марс меняет свой знак раз в 45 дней. Это достаточно медленная планета в этом плане, не как Меркурий часто. И Марс в близнецах будет менять наш настрой. То есть он будет влиять на всех. Он будет давать больше энергии такой воздушной, поскольку близнецы – воздушный знак. Но также может давать чувствительность, эмоциональность. Когда мы можем решать вопросы поверхностно, больше будет тянуть не вглубь каких-то процессов, а делать все по верхам. К примеру, люблю примеры. Вот вы начинаете ремонт, и вы можете не по порядку идти, а можете здесь что-то подклеили, здесь что-то сделали. И вот во всех жизненных процессах может быть вот такой вот посыл. Поэтому постарайтесь доделывать начатое, вот то, что для вас важно. И здесь будет важна дисциплина. Именно она будет способствовать прогрессу. Данный транзит будет до 20 октября, поэтому наберитесь терпения и вперед с дисциплиной. 28 августа наступит благоприятное событие, которое, я думаю, многие из вас ждали. Меркурий заканчивает ретро-движение. В следующий раз мы увидим ретро-меркурий ближе ко второй половине ноября, даже к концу ноября. Поэтому можно выдохнуть, если тем более для вас ретро-меркурий проходит сложно. Очень сильно он влиял на эмоциональность. Я думаю, многие из вас заметили, особенно в последнюю неделю, которая была, как у всех увеличилась чувствительность, эмоциональность, восприимчивость. Поэтому Меркурий заканчивает свое ретро-движение. И постепенно, постепенно те процессы, которые шли не так, как хотелось бы, начинают выравниваться в этот момент. Поэтому на сам 28 день, сам день, когда Меркурий заканчивает ретро-движение, лучше не планировать ничего важного. Но постепенно уже можно планировать и сделки различные, и куплю-продажу, и переговоры. Все, что связано с темой Меркурия. 29 августа нас ожидает пост Экадаши. Если вы практикуете этот пост, пожалуйста, внесите это в свой календарь. Если нет, обязательно попробуйте. Это очень благоприятный день для того, чтобы поститься и провести день в благости. 30 августа нас ожидает всеми нами любимая Накшатра Пушья. Если вы не слышали о ней, вкратце расскажу. Это день, такой особенный магический волшебный день, когда всего лишь одно действие будет способствовать тому, чтобы в ваш гардероб приходили обновки. Это могут быть, к примеру, какие-то скидки, или кто-то что-то вам будет дарить. Или, к примеру, вы думали потратить одну сумму на какие-то покупки, а тратите меньше. И всего одно действие нужно сделать в этот день для получения вот таких вот бонусов. И это действие просто нужно надеть любую новую вещь, будь это носочки, новое платье, может, даже аксессуары. Главное, чтобы это что-то было новое. Как видите, неделя предстоит такая достаточно событийная. И важные дела я бы рекомендовала вам планировать уже на выходные, уже вот когда 31 и 1 сентября, да, начало осени. Поскольку, когда Меркурий вот сейчас будет заканчивать ретроградное движение, еще не самый лучший период для каких-то начинаний, а в выходные и уже первая неделя сентября, это тот период, когда можно планировать важные дела. Вот такая нам предстоит неделя. Надеюсь, информация была полезной. И до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok